Всем привет, вы на канале Давай Как Есть и я на карантине Хоть это и не так На самом деле я понял, такие маски уже нужно носить людям, которые уже даже у себя дома Чтобы тупо меньше жрать Вы заметили вообще, что происходит? Нормально, говорю, все? Мы просто рано или поздно заполним свои квартиры телами Если так будет дальше продолжаться Обязательно носите маски и перестаньте жрать Старайтесь закупать овощей Ладно Мне мама шила, кстати Спасибо, мам Во-первых, я люблю Дэниела Рэдклиффа А.к.а. Гарри Поттер Кто не знает, кто это Он снимается во всяком трошняке в последнее время Ну, точнее как, для кого-то трошняк А для кого-то интересно независимое кино Которое вот что-то может показать необычное И с этим он очень хорошо справляется Разве что его внешность слегка выдает его Как все-таки необычного человека Все-таки ему в толпе смешаться Ну, очень сложно Он вот-вот не смешиваемый с толпой Я уж не знаю, как это такое происходит Но как-то он выделяется из толпы Причем выделяется не в форму того, как ты будешь ему завидовать То есть это не, например, не Брэд Питт Который такой Вау, он выделяется из толпы Хочу быть как он Нет, Дэниел Рэдклифф, он такой Ммм, выделяется из толпы И выделяется из толпы И все, вот что он делает Так вот, недавно, в 2020 году У него вышло аж два фильма И оба заслуживают нашего внимания Сегодня я хотел поговорить о Побег из Притории Это вторая картина, которая мне попалась После пушки Акимба Которую я, честно говоря, ставил на нее ставочку Я подумал, вау, трешняк, интересно, прикольно Но что-то мне показалось, что слишком слабый фильм Не знаю, если кому-то прям дико зашел Но напишите, я просто что-то не знаю Я не разобрался, я не очень понял Я лучше расскажу о второй картине, которая вышла в этом же году Побег из Притории Так, как зовут Тимоти Дженкин Я еще хотел, кстати, как-то к Тимоти привязать, чтобы было Фильм рассказывает реальную историю Двух неравнодушных людей из ЮАР Двух борцах с режимом Мы росли при режиме апартеида Официально узаконенной политики расовой сегрегации Они были революционеры и состояли в той же организации, в которой был Нельсон Мандела С первых же кадров картины становится понятно, что наши революционеры идут очень странным путем Ну, типа пытаясь захлестнуть общество своей пропагандой или антипропагандой, не знаю, кто как говорит За такие террористические действия наших ребят отправляют в тюрячку А все мы знаем, что с такими, как они делают в тюрячке Обвиняемый номер один, конструктор бомбы Тимоти Дженкен 12 и 8 лет соответственно И попадают в тюрьму притории для белых политзаключенных мужского пола Но, благо, им повезло Они попадают в блок политзаключенных, да к тому же еще и в отдельные камеры Тут же обнаруживаются уважаемые люди, которые объясняют им, как себя вести Все знают, вилка и рас, или там... Или класс Затем наши парни, как святые из Бундака, понимают, что в банде не хватает третьего И находят еще одного революционера, который уже до их прихода отсидел уже порядка пяти лет И тоже готов линять со всех ног Но старые революционеры говорят им о том, что... Нельзя так просто пройти Мимо охраны Советы матерого сидельца им приходится очень кстати Ну, благо, наши парни тоже не пальцем деланы И они умудрились принести в тюрьму солидную сумму В себе Который впоследствии сыграет роль стартового пистолета Для того, чтобы выбрать дату их побега Изучив все возможные и невозможные варианты для побега Наши главные герои решают, что лучшим способом будет подкуп охраны Благо, уже появившийся у них друг француз говорит о том, что это совершенно бесперспективно Молодой человек Мы не обманываем друг друга Поняв, что все реальные способы побега тают на глазах И все больше рисуется перспектива того, что сидеть им еще очень и очень долго Было принято решение подумать о нереальном Нет, так тоже делать не стали Обратив внимание на старую добрую традицию у охраны Это держать ключи у всех на виду, чтобы показывать, что он здесь босс И контролирует ситуацию Они поняли, что единственный способ выбраться отсюда Это изготовить ключи из дерева Благо, нужный скилл оказался Тимати в детстве как-то уже что-то похожее делал Не знаю, что конкретно, но это реально персонаж Значит, все нормально Он так делал Подолгу пялись на ключи, а также изучая замочные скважины и двери Он таки понял, какой формы ключ у него должен быть Ну и последним везением на пути у наших героев То, что в политическом блоке кроме столярной мастерской ничего и не было Как говорит главный герой, находясь все в больших тисках, ты находишь все большие выходы из них Не унывая, герои находили в тюрьме все больше уголков, куда можно спрятать те или иные вещи, которые им понадобятся для последующего побега Это была такая типа РПГ наоборот Разложи повсюду все, что тебе пригодится, а потом собери Да, кстати, из занимательных фактов в книге, а также в реальной жизни На самом деле во дворе у них еще и была линия с собаками Была проработана версия прохода через собак На которую собаки ответили категорическим пошел ты Удивительной частью этого фильма является то, что в подобных таких картинах Быт наших главных героев ухудшается максимально окружением героев В этом же фильме ухудшением героев выступили только старшие сменные охраны и немножко начальник тюрьмы И то он в основном пугает нас, зрителей, потому что он создает атмосферу Наконец наши герои наточили столько ключей, сколько им было нужно И вот уже были готовы рвать когти Благо их новый друг остановил их, сказав, что для побега им необходим конкретный охранник Что, собственно, и было в реальной жизни Тучный любитель пончиков и медитации в виде сна на рабочем месте Как я уже говорил, торпеда, которую они принесли с собой, с большой суммой денег Сыграет для них стартовым пистолетом И так и произошло, потому что в те годы в ЮАР была реформа денег Их деньги вот-вот должны были перестать принимать Поэтому им нужно было максимально быстро действовать В фильме на этом тоже не заострялось внимание Однако в книге была описана ситуация, в которой француз предложил сделать пушки Потому что у нормальных генгстеров должна быть пушка И Тим даже выточил пистолет и раскрасил его черным цветом грифелем от карандаша И они собирались взять в заложники этого тучного охранника и прорваться В фильме почему-то убрали эту сцену Также в фильме не совсем заострилось внимание на том Что они огромное количество раз покидали свои камеры, подобрав нужные ключи Однако в книге описывается о том, что они очень много это делали раз И поэтому они спокойно возвращались назад Не думая о том, что это их последний раз Накал страстей под финал тем самым был бы намного выше Зная то, что они действительно отрезают себе путь своими поступками Стал таки наконец день Икс, в котором дежурил нужный охранник Почти все двери открылись без труда Однако финальная дверь не хотела поддаваться деревянному набору ключей, которые они взяли с собой И героями было принято решение вернуться обратно Так как на тот момент они просидели чуть менее двух лет Однако француз, просидевший уже больше пяти лет И так сильно скучающий по своей семье Сказал, при наличии любой отвертки он вскроет нахрен эту дверь Благо и на этот раз героям повезло Она у него оказалась И дверь таки он вскрыл Героям вновь несказанно повезло Так как дверь, отделяющая тюремный блок от выхода на улицу Была совершенно открыта Я не совсем понимаю, как было это в реальной жизни Потому что, как я уже говорил, там были собаки Куда они делят собак? Наши герои, как бывалые фантомасы Переодеваются в обычную одежду и покидают тюрьму Где они без труда уговаривают черного ввести их до титров с текстом реальных событий И пытливый зритель спросит А где они взяли одежду? Увы, но фильм забыл показать нам то, что шмотки, которые они напялили на себя На самом деле предназначались для тряпок для уборки тюрьмы Какие-то вещи можно было и напялить на себя А главный герой так вообще выглядит неплохо Остальные, конечно, действительно выглядят, ну, как будто они, блин, сбежали из тюрьмы Что они переодевались? Не совсем понятно Ну, нет, понятно, у них там форма, а это все-таки не форма Также пытливый зритель может спросить Что, блин, всю тюрьму охраняет два человека? Тюрьма считалась настолько защищенной, что действительно Оставался только один человек, который ходил по крыше, проверял периметр И у него было право разрешения на убийство, кого он увидит, без формы И действительно в каждом блоке был свой человек, который следил за своим блоком И вправду было всего два охранника, которые могли они встретить Что мы любим в фильмах про тюрьму? Детали Что положишь мне в рот, то потеряешь Нет, ты просто не понимаешь Тогда я засажу тебе в ухо 8 дюймов в стали Ты не понимаешь Травма мозга делает сильным кусательный рефлекс у жертвы Более того, челюсти могут сжаться так, что потом нужно будет разжимать их фомкой Несмотря на то, что, блин, это реальная история Это не побег из Шушенга, где все выдумано Где все от начала до конца выдумал Стивен Кинг Это фильм А здесь реальная история Ну неужто ли за полтора года или почти два года они там сидели У них действительно не возникло никаких проблем, кроме как найти способ сбежать оттуда Это я говорю о сильных минусах этой картины Этот фильм полностью вырывается из голливудских картин Полностью Если ты до этого не смотрел все тюремные фильмы Да, там, где вешаются, где кого-то насилуют, еще что-то Но тюрьма страшная вещь вообще-то, да Ну, кто не знал И вдруг такие есть А уж во времена апартеида Когда ты, типа, топишь за черных А тебе говорят, что они не люди, а хуже собак И ты за это сидишь в тюрьме 12, блин, лет Наверняка у тебя будут косые взгляды Единственный раз, когда нам чуть-чуть задели Я уверен, возможно, в книге есть больше раскрытия Но так как я читал статью о книге, а не саму книгу А я этого не нашел Единственный раз в фильме, когда нам говорят о том, что есть какая-то проблема Что синий робот это убийца, а серый робот это политзаключенные С ними нельзя вместе сидеть Ну так ты покажи, почему нельзя вместе сидеть Ну пускай кто-нибудь сядет Я не знаю, ну что-то А получается у этих ребят основная проблема То, что им нужно спрятать все, что они сделали И по сути это все, что занимает этот фильм Поэтому он никогда не станет легендарным, как Побег из Шушенга Там помимо того, что он пытается сбежать из тюрьмы Еще столько нахрен сюжетов вокруг крутится Которые, да зачастую даже многим интереснее А в зависимости от возраста становится все больше интересно Зрителю интересно всецело прожить с ними эту историю Найти себе героя, с которым ты соответствуешь А тут ребята просто оказались в ситуации Ну говно ситуация, да, ну мы в тюрьме Ну мы вот все время стараемся и вот будем выбираться Это и плюс, и минус одновременно того, что они ничего этого не показали Да, ты все это додумал, я лично все это додумал Я уверен, там кого-то из них точно там что-то с ними сделали И в душевой там не все так просто было Прочитав то, что оказывается в этой тюрьме Еще и был строжайший запрет на переговоры Которые в фильме показали, ну слишком косвенно Они много раз собираются по кучкам Там нельзя было собираться Тебе тут же бы свистнули, тут же бы дубинку ударили Да и карцер не показан Что это за тюрьма без карцера Ты в каждой тюрьме, когда смотришь фильм о тюрьме Ты ждешь карцера Что там будет? Яма, собаки с тобой спать Еще что-то Без еды, без воды Тут они, ну не показалось Они бегали Они занимались аэробикой Смешных шортах бегали А потом встречались в столовой с убийцами Когда они были в этих вот, ну, беговые шортики эти Как они? Ну, не знаю, типа европейские Такие пидорки Вот тут, допустим, моя нога Это, которые теннисские Теннисные шорты вот эти Ну, их должны были наказать за теннисные шорты Уж точно, ну По 6,5 балльной шкале я поставил этому фильму 4 балла Но это не за сам фильм А именно за то, что я ознакомился с этой историей И я посмотрел, что это действительно реальные люди И охренеть вообще, что они провернули Я не совсем понимаю все то, что они делают Очень сложно видеть какую-то перспективу У действий, которые практически ни на что не влияют Это как у нас, собственно Положить жизнь Это им повезло, что они избежали всего полтора года, проведя в тюрьме Но положить жизнь на борьбу с тем же этим строем, апартеидом Они еще дети достаточно богатых людей То есть немножко, конечно, сложно в этом разбираться Сложно ассоциировать себя с кем-то Я не уверен, что я бы так делал Я понимаю, когда бедняки, да, там, когда у них, ну, все плохо И ты вот такой, ну, плохо, плохо И пошел, плохо, плохо, плохо Но когда ты сын академика И такой, что-то в стране нечестное И в этом моменте тебя могут посадить в тюрьму Ну, вот это, этим нужно просто проникнуться Об этом нужно почитать и подумать И это добавляет именно этому фильму каких-то очков Так что советую прочитать книгу Пока У Рэдклиффа еще сериал неплохой вышел Сейчас Чудотворцы Чудотворцы? Там Бушини и Рэдклифф Блин, мне нравится Рэдклифф, да Ну, вот ты смотрел это Акимба? Я расстроился, я подумал, что будет что-то интересней А оказалось, какая-то еб... Ну, я думал, что трейлер это, знаешь, типа затравочка Я же, у меня же к трейлерам особые Это, я пытаюсь их... А на самом деле в трейлере вообще все показали Вообще весь фильм, просто весь Субтитры сделал DimaTorzok